В советском детском саду было всё просто. Песни под пианино, использование простых музыкальных инструментов, вроде ложек, бубна и треугольника, танцы в три притопа, два прихлопа. Современные музыкальные занятия в детском саду — это самое разнообразное сочетание форм и методов. Фантазии музыкального руководителя нет предела. Хозяйка музыкального зала, где состоялось методическое объединение, Юлия Лаврик — современный педагог. Об этом говорили формы подачи того материала, который она представила. «Здравствуйте, дети, лучшие на свете! Здравствуйте, гости!» Воспитанники-подготовительные к школе группы стали участниками открытого занятия. Ребята с удовольствием выполняли все задания наставника, ведь для них это была всего-навсего увлекательная игра. Тема космоса, которая в преддверии Дня космонавтики множество раз обсуждалась на разных занятиях во всех группах дошкольного учреждения, была ребятам знакома и интересна. Дети, они дети во все времена, и ничего не изменилось. На самом деле для них космос, ракеты — это что-то действительно интересное, неизведанное, и да, детям это нравится. Это полетели собаки, а потом полетел Дерри Гагарин. Много в космосе приключений, много веселья и нет весомости. Миша, кстати, один из немногих ребят, кто хочет полететь в космос, чтобы изучить невесомость, говорит мальчуган. Удивительно, но чем ближе к нам космос, тем меньше мальчишек мечтает стать космонавтами. Но сегодня на этом занятии все — и мальчишки, и девчонки, и даже взрослые гости детского сада — отправились покорять космическое пространство. Смотрите, следующая планета называется планета Угадайка. Планета Угадайка, как и многие другие подобные ей, возможны только на таких занятиях, где полету фантазии нет предела, где стоит большая и важная задача — заинтересовать воспитанников, ведь только интерес пробуждает желание к обретению новых знаний. И, возможно, кто-то из присутствующих на мероприятии педагогов возьмет на вооружение увиденное и в своем детском саду устроит музыкальную обсерваторию. Татьяна Брылова, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.